Приветствую вас на канале Сортовые Пеларгонии. С вами Елена. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Перед вами Амсброук каприкорн. Каприкорн в переводе означает козерог. Козерог это горный козел с вытянутыми рогами. Форма цветов интересная. Видите, лепестки вытянуты и изрезаны по-разному. Первое цветение. Хочу сразу отметить, что цветочки достаточно крупные. Надеюсь, в дальнейшем соцветия станут плотнее и крупнее. Оттенок цветов палево-розовый. Цвет неяркий, спокойный, приглушенный. Про этот сорт немного информации в интернете. Вводя запрос Амсброук каприкорн нередко вы можете увидеть фотографии других сортов. Чем меня заинтересовала эта пеларгония? Во-первых, тем, что у нее плотный, густооблиственный кустик кочка. По размеру мини. Думаю, что у меня может дорасти до размеров карлика. Потому что коллекционер, у которой я покупаю, выращивать свои растения в больших горшках. И от этого они получаются у нее более крупного размера, чем в описании. Второе. То, что у этого сорта может быть сильный контраст между светлыми цветами и темной загорелой листвой. На некоторых фото вы можете увидеть, что темная листва загорает до фиолетового цвета. И от этого сорт смотрится еще более нарядно. Рядышком с другой звездочкой пеларгонии. Как вы можете видеть, отличия оттенков и форм лепестков. У другого сорта уклон в сиреневый оттенок. Пак Fireworks Light Pink. Чрезвычайно обильно цветущий сорт с неприхотливым характером. Просто фейерверк цветов. Видео про этот сорт сможете найти по ссылке, которая будет в описании. Странная женщина. Странная. Рядышком Бриттл с Раром. Идеальная пеларгония, которая очень любит свисти. Видео про этот сорт недавно появилось на моем канале. Если хотите узнать подробнее, найдите ссылку в описании. Бледность как у аристократки. Эти три растения приехали ко мне в одной посылке. Кажется, это был номер 12. Если вы не видели мои видео про распаковку посылок с пеларгониями, посмотрите, пожалуйста. Всего на канале их 14. Вот такая разница в их развитии и цветении. От этого сорта я ожидала, что будет более крупный куст и более обильное цветение. Это Рушмар Рапсоди. Но пока цветоносов не видно. Обрастает листвой. У Каприкорна кустик на 5 веточек. Благодаря прищипке. Посмотрите, какие красивейшие цветы у Дона Швертона. И ожидают этого сорта мощное цветение. Тоже первое цветение, но раскрывается одновременно три цветоноса. А всего цветоносов у этого растения целых 5. Кустик, конечно же, будет побольше, чем у Каприкорна. Вот такая разница в форме, цвете и размере. У меня в коллекции есть сорт Хелен Кристин. У нее тоже очень вытянутые лепестки, как коготки. А цвет очень яркий. Розово-фиолетовый. Видео про сорт Хелен Кристин уже есть на моем канале. Если хотите, можете найти по ссылке, которая будет в описании. У меня есть в коллекции другой сорт из серии Амсбрук. Амсбрук Питчес. Но этот сорт меня на данный момент разочаровал. В одном из последних видео про изменчивость лососевых пеларгоний я говорила о том, что он упорно не хочет выдавать махровые цветы, какие должны быть по описанию сорта. Выдает только простые. Возможно, это пересорт. Потому что я получила это растение от продавца, который отличился уже несколько раз недобросовестностью по отношению ко мне. Пока у моего Амсбрука листья темно-зеленые. Зона практически не выражена. Мой кустик находится в горшке 0,8. В высоту листовая масса до 15 сантиметров. Видно, что кустик будет расти вширь. У меня зацветает множество сортов. В такую жару главное успеть их снять. Если вам понравилось мое видео, можете поставить пальчик вверх. Если впервые на канале, подписывайтесь. Готовлю новые ролики для вас. Надеюсь, вы сможете найти для себя интересную и важную информацию. Ведь у меня на канале уже более 170 роликов. У разных сортах, а также у бахротехники выращивания пеларгонии. Всем прекрасного настроения и удачи в выращивании пеларгонии. С уважением, Елена.